Шутки, насмехательства, анекдоты или то, что в наше время называют карикатурами, в которых рисуют мусульман или даже некоторые заблудшие течения. Если мы хотим опровергнуть их, не надо делать это, издеваясь и с насмешками, рисуя всякие мультфильмы. Мы должны опровергать на основе Корана и Сунны и того, на чем были праведные предшественники. Автор говорит, неверие бывает разных видов. Неверие по причине отклонения или неверие по причине несогласия, отказа. Под понятие неверие по причине отклонения входит нежелание принять религию, как это произошло с Абуталибом. Что касается неверия и несогласия, то оно проявляется поношением и ругательством, как это было со стороны Абудягля, Абуляхаба и Фараона. И тот, кто издевается и насмехается, попадет в неверие и несогласие и, соответственно, попадает в большое неверие. Некоторые люди спрашивают, брат, как твое сердце? Ему отвечают, в моем сердце покоится твердая вера. Он говорит, ну тогда вообще без проблем можешь ругать Аллаха, ругать пророка, да благословит его Аллах и приветствует ругать религию. Ты его спрашиваешь, а правителя ругать будешь? Он говорит, нет, не могу, он меня в тюрьму посадит. То есть, когда он находится в гневе, он может ругать Господа. Но правителя при гневе ругать боится. Не рвет в гневе свои деньги и не ругает своего родителя. Он не может этого делать, однако может ругать Господа и ругать религию. Для него это легко. Скажи, вы издеваетесь над Аллахом. То есть, тебе больше не над кем издеваться и насмехаться, кроме как над Аллахом? Больше всех права имеют три упомянутые вещи. Скажи, над Аллахом и его знамениями. Будто шариатские знамения или связанные с бытовой жизнью. И также, вы издеваетесь над его посланником, то есть, над пророками и посланниками, да благословитых Аллах и приветствует. Некоторым людям нечем заниматься, кроме как рассказывать анекдоты, насмехаться и отправлять сообщения о хадисах, словах сподвижников и праведных предшественников, издеваясь и насмехаясь. Клянусь Аллахом, это проблема. Он клянется Аллахом и узой и говорит, что шутит. При том, что в вопросе вероотступничества шутка и намеренное действие равны, да убережет нас Аллах от подобного. Поэтому эта тема, братья, очень опасная. Не приближайся к аятам и хадисам без страха. Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты. Очень часто в эти дни к тебе могут приходить сообщения, полные беды. Шутят над книгами великих имамов или над аятами и хадисами. Постоянный комитет по фетфам заявил о том, что если кто-то ясно, четко поносит Аллаха, или религию, или пророка, салаллаху алейхи вассалям, то это является большим неверием. Если же его слова можно понять двояко, допустим, рассказал хадис, чтобы рассмешить людей, мы его остановим. Если покаялся, мы его оставим. Если же начнет повторять подобное и начнет упорствовать, то это будет неверием. Да убережет нас Аллах от подобного. В этом хадисе говорится о том, что некий человек принимал участие в военном походе на Табук, вместе с пророком, салаллаху алейхи вассалям. Он сказал, я не знаю никого подобных этим чтецам. Кого он имеет в виду под чтецами? Пророка, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Некоторые люди говорят, мы просто развлекаемся. Ты развлекаешься Кораном, Сунной и сподвижниками, да будет доволен имя Аллах. Братья, тот, кто говорит плохо о сподвижниках, тот посигнул на Аллаха, на религию Аллаха, на посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Посигнул на Аллаха, потому что он выбрал их сподвижниками для пророка, салаллаху алейхи вассалям. Посигнул на религию Аллаха, потому что такой человек посягает на людей, которыми мы должны быть довольны. Посигнул на пророка, салаллаху алейхи вассалям, потому что человек принимает нрав своего товарища. Поэтому посигательство на сподвижников является ясным вопросом. Так как их поношение – это посигательство на Аллаха, его религию, его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и посигательство на его сподвижников. Не говори о сподвижниках ничего, кроме добра.